С начала учебного года в Северном Казахстане коронавирусом заболели 302 школьника. Чуть больше половины из них обучались на дистанционке. Сейчас три школы в двух районах области перевели на онлайн обучение из-за случаев COVID-19. В третьей четверти они, скорее всего, смогут вернуться в штатный режим, как и ряд других учебных заведений. О том, как будут получать знания школьники и студенты после новогодних каникул, расскажем далее. За последние сутки в Северном Казахстане зарегистрировали 58 случаев коронавирусной инфекции. 15 заболевших в Петропавловске, еще 9 в Казылжарском районе, по 8 в Айртауском и имени Габита Мусрепова. Эпицитуация остается непростой, говорят санврачи. Северный Казахстан все еще в желтой зоне, но уже заметно, что число заболевших постепенно уменьшается. Главный санитарный врач Казахстана подписал постановление, по которому школьники смогут вернуться за парты. Этот вопрос рассмотрели на региональной комиссии. Вот что решили. С третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешено будет обучение в традиционном формате для городских и сельских школ с контингентом учащихся до 300 человек. При этом в классах должно быть не более 15 человек. Также разрешено обучение в образовательных школах с 1 по 5 класс, это по заявлению родителей. Ранее было с 1 по 4. Ученики выпускных классов тоже вернутся в школы. 70% предметов будут проводить в штатном режиме, остальные в дистанционном. Комбинированное обучение поможет выпускникам лучше подготовиться к экзаменам и ЕНТ. Занятия будут проходить с соблюдением строгих мер санопидбезопасности. Не более 15 человек в классе. Соблюдение дистанции. Принцип один класс, один кабинет. Ну и масочный режим. Также у нас принято решение о том, что со второго семестра штатное обучение для студентов первых курсов колледжей и высших учебных заведений. Сегодня постановление главного госсанврача области будет подписано и опубликовано. Остальные ограничения сохраняют. Сам праздничный уикенд не исключение. Главный санврач области призывает североказахстанцев встретить Новый год в узком семейном кругу, чтобы праздник принес только хорошие воспоминания, а не стал причиной массового заражения. Последнее может случиться и на открытом воздухе, если не следовать правилам. Речь о горках. Катаясь на них, нельзя забывать о ношении масок и соблюдении дистанции. Если взять горки, то самое опасное место – это именно сама личная площадка, когда на горку поднимается. В этих местах нужно всем помнить, что мы должны оставлять социальную дистанцию, не толпиться. Данные требования касаются не только горок, но и катков. Катки также не запрещены. В отличие от проката коньков, это риск инфицирования, говорит Арман Кушбасов. Кататься можно только со своим инвентарем. Агири Мукашева, Новости МТРК.